ТЕХНОЛОДЖ Привет, я Технолодж. Это значит, что сейчас я попробую тебя удивить. Начнём. Вы знали, что когда-то телевизоры были механические? Они работали на механических дисках, дисках Непкова. Вот как работала эта система. Через диск с квадратными отверстиями, расположенными по спирали, пропускали луч света от высокоразрядной лампы, которая то светила, то угасала, создавая нужную яркость. Вращающийся диск построчно вырисовывал на экранчике изображение, а количество дырок определяло количество строк изображения. Этот диск назван в честь его создателя, немца Пауля Непкова. В итоге, создателем телевизора можно считать Непкова? Или нет? Джон Берт, отец телевидения. Ведь с помощью его системы впервые удалось передать движущееся изображение. Кроме того, Берт первым передал стереоскопическое изображение, создал цветное телевидение из трех дисков Непкова и транслировал спортивные игры в прямом эфире. И все это в 1920-е. BBC даже выбрала его систему для постоянного вещания, пока ее не заменила система на электронных принципах. Семен Катаев. Советский ученый и создатель электронного телевидения. К сожалению, о нем не так много известно. Известно, что он был одним из авторов телевизионного стандарта в 625 строчек, который после войны становится общемировым. Кроме США, где использовали стандарт в 525 строк. Катаев получил патент на электронное телевидение на полтора месяца раньше Владимира Зворыкина. Правда, Зворыкин пытался запатентовать свою технологию еще с 1923-го. Владимир Зворыкин. Реальный создатель электронного телевидения. Владимир Зворыкин родился в 1888 году в Муроме. В семье одного из крупнейших в России купцов. Клану Зворыкиных принадлежало множество компаний и банков. Их дом на несколько десятилетий был крупнейшим домом в Муроме. Во Владимире рано проявился интерес к технике. Поэтому отец поддержал его стремление пойти учиться на инженера. Владимир пошел учиться в Санкт-Петербургский технологический институт, где под руководством Бориса Розинга принимал участие в создании первой в России телевизионной системы. Владимир продолжил свое обучение во Франции, в Колледж-де-Франц, под руководством Поля Ленджевена, ученика Пьера Кюри и научного руководителя Луи де Бройля. Оба нобелевские лауреаты. Позже он эмигрирует из России в США, где ему удастся получить работу по специальности, что не удавалось большинству российских мигрантов. В 1920-м компания Вестингауз Электрик решает, что радио им маловато и пора бы заняться телевидением. Они создают научно-исследовательскую лабораторию, а ее руководителем становится Владимир Зворыкин. К 1923-му Владимир Зворыкин разрабатывает телевизионную установку на основе электронной трубки. В декабре он подает заявку на патент, но ему отказывают, потому что, по мнению патентного агентства, его технологию невозможно осуществить на практике. Так и оказалось, свое устройство в действии он смог продемонстрировать только спустя 8 лет, после продолжительной работы над ее усовершенствованием. В 1929-м Владимир Зворыкин изобретает принципиально новую высоковакуумную электронную трубку, названную им кинескопом. Еще спустя два года он уже готов показать свою технологию в действии. К тому времени Зворыкин работает уже в другой компании, RCA, Radio Corporation of America, крупнейшей в то время IT-корпорации. Союз Зворыкина и RCA под руководством Дэвида Сарнова, президента компании, становится важным шагом для развития телевидения во всем мире. Зворыкин получил лучшую лабораторию, финансирование, а также производственные мощности компании RCA. А компания получила фактически готовую технологию, которую Зворыкин показал уже через год. Благодаря этому сотрудничеству с Зворыкиной и RCA они стали признанными отцами электронного телевидения во всем мире. А после войны компания продавала около половины всех американских телевизоров. Тем временем в США начались судебные баталии между Philo Farnsworth'ом и RCA за первенство в патентах на электронное телевидение. Эти баталии, происходящие не только в залах суда, но и на научных конференциях, позволили ознакомить научное сообщество с технологиями современного телевидения. В 1936-м британская BBC начала вещание электронного телевидения на оборудовании компании Marconi, созданного по патентам Farnsworth'а и RCA. Немецкая компания Telefunken на патентах RCA создает к Олимпийским играм 1936-го берлинский телецентр. Умер Владимир Зворыкин в 1982-м году, окруженный вниманием и почетом. Довольно много, кстати, прожил, почти 100 лет. Вот что значит родиться в богатой семье. Philo Farnsworth – реальный-реальный создатель электронного телевидения. Американский изобретатель Philo Farnsworth, родившийся в 1906-м году, еще в школе выделяется своими изобретениями. Так, в ходе патентных расследований о первенстве создания электронной лучевой трубки, его учитель свидетельствовал о том, что тот показал ему рисунок трубки еще в 14-летнем возрасте. Когда Philo исполнилось 16, у него умер отец. Ему пришлось бросить учебу в университете и пойти работать, кормить семью. Но вскоре его технологии начинают замечать, его начинают финансировать. И уже в 1922-м году он подает заявку на патент по электронной лучевой трубке. А в 1928-м ему уже удается показать свою технологию на практике. Сорнов долго боролся за первенство в патентах, используя все ресурсы и адвокатов компании. И первое время ему даже удавалось. Но к 1938-му суд признал приоритет Фарнсворта. RCA пришлось выплатить роялти – плату за использование патента – 1 миллион долларов. По 100 тысяч в течение 10 лет. Но до этого Фарнсворту приходилось колесить по Европе с демонстрацией своего изобретения. Для того, чтобы собрать необходимую сумму для судебных баталий с RCA. В Европе было распространено механическое телевидение. И европейские изобретатели скептически восприняли молодого ученого. Так продолжалось, пока они не уделили демонстрацию установке Фарнсворта. Так, Джон Берр, чья система уже была принята BBC, сначала с высока рассказывал о преимуществах своей технологии. Но когда увидел демонстрацию технологии Фарнсворта, тот был просто поражен. Он медленно подошел к Фарнсворту и без слов стоял некоторое время. После чего Берр создал совместное предприятие с Фарнсвортом, заплатив 50 тысяч долларов за патент. Одновременно Фарнсворт продолжал изобретать и другие устройства. Так, например, он изобрел способ стерилизации молока. Работая в компании ITT, он разрабатывал различные радиолокационные устройства и инфракрасный телескоп. Филу придумал круговую развертку, тот самый дисплей радара, используемый в управлении воздушным движением. Фарнсворта также иногда называют сумасшедшим ученым. Вот почему. В июле 1957 Фарнсворт принимал участие в телевекторине «Я знаю тайну». Участникам векторины предложили угадать, что изобрел этот доктор Икс. Для зрителей телевидение так прочно вошло в их жизнь, что они не могли поверить, что существует человек, который его изобрел. Еще больше они удивились, когда узнали, что Филу придумал телевизионную трубку в 14 лет, а также его другие изобретения – полоски экран, телевидение высокой четкости и ядерный синтез. Именно в честь Филу Фарнсворта назван сумасшедший профессор Хьюберт Фарнсворт из футурамы. К концу своей жизни Филу Фарнсворт потратил все свои значительные сбережения на исследование ядерного синтеза. Настолько, что в 1970-м налоговая арестовала его лабораторию, а в 1971-м он умер от пневмонии. Несмотря на то, что у Фарнсворта было около 300 различных патентов, его имя стали быстро забывать. И только благодаря усилиям его жены его признали одним из величайших ученых всех времен. А журнал Time в 1999-м году включил его в список 100 самых важных людей 20-го века. И кого же в итоге считать отцом телевидения? Зварыкина, Фарнсворта, Катаева, Берда или, может быть, Непкова? Я соглашусь с Фило Фарнсвортом, который все в той же передаче заявил, что существует тысячи изобретений, важных для телевидения. Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте правила правой руки. И делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь на канал. И на этом все. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова